Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Это MLBet Первая Лига, 26-й тур, арена Химки и матч, который тур закроет. Матч, который многие ждали и матч, который всерьез может повлиять на положение команд в турнирной таблице. Химки принимают Арсенал. Да, Сергей Чебан сказал, можно, и команда начинает игрок. Ну, и есть еще один важный момент после этой атаки, после Руденко продолжим. Да, Александр Руденко в штрафной. Кручу-верчу, ух ты, удар в ближний угол. Ну, я думаю, что это скорее прострел был туда. Прострел без больших шансов на успех. Еще раз посмотрим. Но были шансы на угловой. Были шансы на угловой, это да. Но и контрольную не сдал. И вот сейчас, будь эта передача в свободную зону, вперед, было бы опаснее. Но и так приходит угроза. Руденко пяткой едва не переправил мяч в дальний угол. А там Хасонов немножко подзавелся в одном из эпизодов, когда он на газоне был. Вот тут посмотри, пас в спину. Ладошка по лицу прилетела ему. Тут посмотри, пас в спину. И тем не менее, хорошая передача идет на Руденко. Классный пас от Исаенко. И тут же атака Тула. И вот момент, и гол! Первый момент для Арсенала завершается голом. Только что говорили про Искана Гелаяна. Только что ему помощь оказывали. А вот он уже на ногах. И вот он уже принимает поздравления от своих партнеров. Химкиноль, Арсенал один. Ну и чувствуется, как в Туле ждали этот забитый мяч. Потому что те запасные, которые разминались. Обычно как происходит, гол случается команды. Они между собой пообнимаются, порадуются. А тут нет. Тут все запасные, тренер по подготовке. Все тулики побежали на скамейку, чтобы разделить эту радость со всеми. Терехов, Хасонов. И классный перевод направо от Хеттега Хасонова. И вот момент. Исаенко далековато отпустил. И точный пас получился на Петра Голубовича. Удар. Ты знаешь, я хотел сказать створ, но нет уверенности, что мяч шел именно в створ. Не было возможности так же и гадать у Никиты Кокарева. Он отвел этот ударный стандарт. И в обратную сторону на Руденко. Руденко успевает к мячу. Удар, гол. Химки сравнивают счеты, как робко сыграл Никита Кокарев, который, ну как казалось, смог выйти на этот мяч. И тогда бы Руденко не добрался до него. Петр Голубович, видимо, это он автор передачи. Он принимает поздравления от скамейки. А Александр Руденко уже в объятиях воротынова. Но в то же время Никита Кокарев претензии своим партнерам предъявлял в этом эпизоде. А Химок, ну вот, собственно, вот эти два поражения, про которые мы говорили. Здесь мяч штрафной. Химчан, удар. А Коронкова. А Коронкова мог забить 14-й гол в этом сезоне. Посмотрим еще раз на спасение Захара Волкова. Именно он в подкате не позволил А Коронкова забить. Да, браво, Волков. Браво, отдававший. Ой-ой-ой, какая ошибка. Руденко, Руденко. Красная карточка. И рывок. Рывок вратаря в надежде спасти свою команду. Ну вот еще разок. Технический брак. И, увы, здесь Эрвинг подставил своего голкипера под это удаление. Замена, причем, не одна готовится у Арсенала. И еще одна атака Химоковой. Проходит передача. Удар-то будет. Удар, удар. Гол, гол, гол. Все-таки второй мяч забивают Химки. И будто бы кто это? Это будто Магомедов. Браво. Браво Химки. Браво Магомедов. Химки 2. Арсенал 1. И Андрей Талалайф привет передает кому-то. Вместе с праздновением забитого мяча. И Аршак Корян, вышедший на замену. Именно он делает голевую передачу в этом эпизоде. Давай смотреть еще раз. Вот он подхватил мяч. Вот он нашел коридор для передачи. Магомедов не сразу нашел мяч у себя в ногах. И снова Руденко. Первым касанием не поймал мяч. Вторым поймал. Завел штрафную. Слишком сильно, но точно при этом. Исайенко удар. Уху-ху-ху. И вот тут первый раз по-настоящему вступает в игру Левашов. Я не думаю, что Руденко хотел именно такую передачу сделать, но ускорение его по флангу было шикарным. Да. Все классно сделал Руденко. Азоев. Исайенко против него. Не забудет передача. Ой-ой-ой. Вот момент еще. И опять не повезло Эрвингу. Опять он. Не фали. Но как иначе, если ты в штрафной площади? Конечно, не фали. Это подсказ от Андрея Талалаева. Подача. И момент. И еще один момент. Гол. Тулики отыгрались. И вся скамейка выбегает на поле. В меньшинстве, в меньшинстве отыгрывается Тула и делает это Ткачев. Это была надежда для Арсенала. Это была надежда для Тула. И вот он момент. Вот, посмотри. Вот они, два футболиста, которые только что вышли на замену. Подача Хабибова и удар Ткачева. И вот оно. Тренерское решение Александра Старожука. Ну и парень 2003 года рождения делает голевую передачу на Ткачева, который родился в 1989 году. Ну пусть даже по две, по три секунды, но все равно время тикает. Время тикает для химчан. И вот она атака. Атака, которая доходит до штрафной. Она продолжится. Воротынов. Его дальний удар. Воротынов! Какой удар! И химки все-таки забивают третий! На 96-й минуте уже невероятный удар. Ударище! Винить Левашову, мне кажется, нельзя ни в коем случае. Удар был... Посмотри. Просто сумасшедшая сила. Силы для Воротынова. И ушел он в сторону. И дальше как из прощи. Вот она силища. Мяч скакнул перед Левашовым. Вот момент тоже, да? Важный. И вроде бы все складывалось не в пользу химок в этой атаке. Рикошеты от скоки. Ну, какой удар? Все-таки да. Все-таки... Ну, свисток в арту, да? Свисток в арту. Свисток в арту. Друзья, химки с этой тяжелейшей победой. И Арсенал с тем, что, что ли, есть отличная футбольная команда. Спасибо вам большое за внимание. Коллегам нашей мощнейшей бригаде. Предводитель саморежиссер Александр Пушкарева. Спасибо за работу. Александр Пойда, Михаил Масаковский. Ваши комментаторы на этой игре. Всего доброго. Смотрите лучшую лигу мира. И, конечно, играйте в футбол. Спасибо.